Ежегодно ученые находят несколько новых экзопланет, но большинство из них — это безжизненные огромные каменные шары, расположенные у далеких звезд. Но оказывается, даже среди них находятся настолько удивительные миры, что шокируют даже самых продвинутых астрофизиков. Привет друзья, вы на канале для людей с космическим любопытством, в этом выпуске топ-10 самых удивительных экзопланет. Как и многие другие экзопланеты, корот 7b находится в приливном захвате своей звезды. Температура на поверхности стороны, обращенной к звезде, составляет около 2200 градусов Цельсия, в то время как на обратной стороне, средняя температура, составляет минус 210 градусов Цельсия. Лава на освещенной стороне нагревается настолько, что в результате выпаривается, как вода на земле. Это создает массивные каменные облака, которые после конденсируются на относительно более холодной стороне и в результате обрушиваются на поверхность в виде огромных валунов. Если бы мы могли выдержать экстремальные температуры на этой планете, то зрелище открылось бы нам очень эффектным. ТРЕС-2b является самой темной из когда-либо обнаруженных экзопланет, так как отражает менее 1% света звезды, который ее достигает. Это делает ее чернее угля. Кстати, из этого возникает вопрос, сколько же экзопланет мы могли упустить, если существуют такие, как ТРЕС-2b. Планета находится примерно в 750 световых годах от Солнечной системы, ее атмосфера состоит из оспаренного натрия, калия и оксида титана. По мнению астрономов, именно поэтому планета отражает так мало света, однако окончательного ответа на загадку о том, почему планета настолько темная, до сих пор не найдена. SRJ1719-1438b, планета не просто странная, а уникальная, она представляет собой остаток, около 0,1% от изначальной массы, белого карлика, который раньше был частью двойной звездной системы. Вторая звезда в системе, пульсар, который буквально поглотил всю материю белого карлика, и тот в итоге превратился в углеродную планету. Она в пять раз крупнее Земли, но она превосходит Юпитер по массе. Причем состоит эта экзопланета из углерода, сжатого под чудовищным давлением, то есть она представляет собой практически чистый алмаз. Глизе 1214b, это настоящий водный мир, окруженный плотной, наполненный паром атмосферой. Предполагается, что здесь может существовать подводная жизнь. Эта экзопланета почти в семь раз тяжелее нашей планеты, ее диаметр — 2,7 земных. Экзопланета вращается вокруг постепенно остывающего красного карлика. Звезда такого типа, по подсчетам ученых, должна давать достаточное количество энергии для поддержания жизни. По некоторым данным, температура здесь может доходить до 280 градусов Цельсия. Это могло бы помешать развитию жизни, но Глизе 1214b обладает уникальными свойствами. Высокое атмосферное давление останавливает воду от кипения, так что именно в глубине океана и могут обитать подводные существа. Возможно, одной из самых интересных экзопланет в этой подборке является HD 189733b, расположенная в 63 световых годах от Земли. Дело в том, что на ней идут дожди из стекла, но в горизонтальном направлении. Дело в том, что ветра на этой адской экзопланете могут достигать 8700 км в час. Поэтому производимые концентрированные атмосферы из диоксида кремния, падающие частицы из стекла, не успевая упасть, гонятся горизонтально в разные стороны, разрезая все на своем пути, после, все-таки опускаются на поверхность. Эта, крупная планета, на 74% крупнее Юпитера, она находится на расстоянии в 870 световых лет от нас. Ее главная особенность, она находится настолько близко к своей звезде, что совершает оборот всего за один день, что делает возможным обмен материала между ними. Попросту говоря, светило медленно поглощает экзопланету, и полностью уничтожит ее примерно за 10 миллионов лет. Только действительно странная и необычная планета может похвастать тремя солнцами сразу, например, HD 188 753 AB, находящаяся в тройной звездной системе. Причем вокруг своего светила она вращается на очень маленьком расстоянии, так что год на HD 188 753 AB длится всего 80 часов. А расстояние между тремя звездами системы невероятно мало по космическим меркам, и примерно равно дистанции между Землей и Сатурном. Кельт 9 B, это самая горячая экзопланета среди когда-либо обнаруженных. Она настолько горяча, что буквально сама себя уничтожает, выжигая свою массу. Расположено это небесное тело в 650 световых годах от Земли, причем экзопланета постоянно повернута одной стороной к своей звезде. Кельт 9 B втрое больше Юпитера, а температура на ее поверхности достигает 4315 градусов. Это больше, чем у некоторых звезд. Для сравнения, температура поверхности нашего Солнца составляет около 5500 градусов по Цельсию. Исследуя окрестности звезды Коптейн, расположенной примерно в 13 световых годах от нас, ученые нашли экзопланету, возраст которой составил 11,5 миллиардов лет. Это значит, что планета, получившая название Коптейн-Би, примерно в 2,5 раза старше нашей Земли и всего на 2 миллиарда моложе самой Вселенной. Которая появилась в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад. Жизни на этой планете нет, и быть не может, в ней удивительная сила и воля к собственному существованию. Материнская звезда Ви-391, Бета-Пегаса находится на поздних стадиях своей эволюции, до которых наше Солнце доберется лишь через 5 миллиардов лет. На этом этапе звезда превратилась в красного гиганта. Ви-391 оказалась к ней слишком близко, всего почти в два раза дальше, чем мы от Солнца. И она оказалась внутри внешних слоев своей постаревшей звезды. Однако она, к удивлению ученых, благополучно пережила такое поглощение.